Продолжение следует... 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 и организовав изготовление печатного станка, что позволило группе распространять свои материалы. Эти люди, несмотря на разные судьбы и взгляды, объединялись сам вокруг идеи борьбы за право армянского народа и сохранения его культурной идентичности, став значимыми фигурами в истории сопротивления советскому режиму. С августа 1964 года по май 1967 года в Армении практически не проводились политические судебные процессы, что, возможно, объясняется тем, что подпольные и полуподпольные события того времени оставались в пределах допустимого, установленного властями. Эти события носили сугубо патриотический характер и не представляли угрозы советской власти. В 1965 году в Ереване состоялась масштабная демонстрация, которая, хотя и не носила антисоветский характер, была направлена на пробуждение национального самосознания. Участники требовали права отмечать День памяти жертв геноцида 1915 года и возвести мемориал, который можно будет посещать ежегодно 24 апреля. Это требование было основано на убеждении, что народ, переживший геноцид и утрату земель, имеет право на поминование жертв, особенно учитывая, что поколение, пережившее эти события, было еще живо. Во время митинга также поднимались вопросы утраченных территорий и геноцида, с требованием от советской власти занять четкую позицию по этим вопросам. В итоге из Москвы было получено разрешение на строительство памятника жертвам геноцида армян. Несмотря на отсутствие политической окраски, эта демонстрация послужила стимулом для дальнейших политических событий и привела к разрушению многих табу. Воодушевленная успехом демонстрации, молодежь, включая школьников, начала создавать нелегальные и полулегальные кружки, объединяться в союзы, изготавливая стен газеты и листовки, которые активно распространялись. Общественность, особенно диссиденты, осознала, что существует реальная возможность бросить вызов существующим порядкам, и тысячи людей готовы выйти на улицу, чтобы заставить власть отступить. Среди диссидентов начало формироваться убеждение, что Советский Союз также несет ответственность за беды и потери армянского народа. В городном antic�дивно-реселивно-реселухи, создавая наращивание к раскрытику, и за нарушения изменина решений, что создал земли. И реализирование move上 в ее линии полу, который прилик, запресса вершев на вернуковку или её демократии, а у него создавая, что-то есть, что-то демократии и цене на вернуковку. В этом году мы находимся в Комитации. Мы находимся в Комитации, в Комитации. И в 23-м году, в 24-м году, в апреле 24-м году, они находились в этом году. В фоне этого нового менталитета стали возникать новые организации. В 1966 году в «Дим памяти жертв геноцидов» 24 апреля организаторы демонстрации 1965 года попытались повторить прошлогоднюю акцию. Но власти, подготовившись, заранее быстро разогнали собрание у могилы Комитации в пантеоне, арестовав некоторых активистов. Эти события привели к созданию Национальной объединенной партии. А что это было за партия НОК? Национальная объединенная партия. Это была подпольная организация, организация сторонников независимости Армении. Поскольку при коммунистах инакомислия запрещалась, даже если ты сторонник определенной статьи Конституции, приходилось заниматься подпольным. То есть реализация этих идей ты мог добыться только действуя подпольно. Иначе сразу тебя арестовали бы. В 1966 году, которая действовала до осени 1987 года, борясь за независимость Армении, и обладала откровенно антикоммунистическим характером. В 1967 году появилась еще одна антисоветская организация во имя Родины. Наряду с ними формировались и другие организации и кружки, в состав которых свободомыслящие люди с либеральными взглядами, такие как Армянский юношеский союз, Союз армянских патриотов, Движение за воссоединение Армении, и другие молодежно-студенческие объединения. 10 мая 1967 года состоялся суд Фрунзиком Абрамовичем Макарчаном и Сергеем Андранниковичем Мелконяном, которые приговорили к 10 месяцам лишения свободы. Мягкость наказания объяснялась тем, что они не успели развернуть активную деятельность. Макарчана и Мелконяна обвиняли в создании национальной патриотической группы, критики национальной политики СССР, призыва к борьбе за независимость Армении и разработке программы по созданию партии. Еще в 1963 году они участвовали в собрании Союза армянской молодежи в Эчмедзине, где был избран совет организаций. Макарчан и Мелконян были сами членами СААМ. В это время выходит шедевр армянского кинематографа «Цвет граната» Сергея Параджанова. Через четыре месяца после суда над Фрунзиком Макарчаном и Сергеем Мелконяном с 4 по 15 сентября 1967 года прошло судно с Завеном Арутиняном. Он был одним из первых, кто вышел на улицы Еревана. Во время демонстрации 24 апреля 1965 года этот марш стал для него отправной точкой его деятельности по поиску обработки печати и распространению национально-патриотической литературы. В начале 1966 года его вызвали в комитет государственной безопасности и предупредили, что его деятельность является противозаконной. И смотря на это, в марте того же года он создает молодежную патриотическую группу Армянский юношеский союз, состоящую в основном из старшеклассников. Цели группы включали присоединение Карабаха и Нахичевана к советской Армении и сохранение чистоты армянского языка. Несмотря на то, что программные положения кружка не противоречили коммунистической идеологии, в приговоре по делу Завена Арутиняна отмечалось, что листовки не являются антисоветскими, но само явление их изготовления и распространения недопустимо, антигосударственно и чуждо нашему обществу. Сам Арутинян в суде заявил, что его обвинение в антисоветской пропаганде некорректно, так как он не ставил под сомнение значимость советской власти. Однако в декабре 1966 года, когда в газете «Советская Армения» появилось заявление председателя Совета министров СССР об отсутствии территориальных претензий к Турции, Арутинян открыто выступил против политического курса СССР. Он подготовил текст листовки «Новогодний призыв к армянскому народу», призывающий бороться за восстановление попранных прав, и в «Новогоднюю ночь» распространил более тысячи экземпляров в Ереване и в Анадзоре. Кроме того, по его инициативе члены Союза распространяли листовки от имени Центрального Совета движения за воссоединение Армении. Арутинян поддерживал контакты с другими группами и деятелями, однако следствию не удалось выявить их личности благодаря его осторожности на допросах. Например, одна из листовок была подписана Организацией движения за воссоединение Армении, которая была активна после 1965 года и включала многих армянских диссидентов, включая самого Азавэна Рутиняна и Георга Экимяна, осужденного в 1969 году по делу журнала «Во имя Родины». Азавэна Рутинян не дал показаний о своих связях и ничего не рассказал о людях, снабжавших его самоиздатовской литературой. Изначально он также отрицал свою связь с армянским юношеским союзом, надеясь, что подростки, которые забрали в КГБ, заявят о своем незнании. Однако под давлением чекистов и родителей подростки дали показания против Арутиняна, и ему пришлось признать свою связь с этой организацией. Завэн Рутинян, родившийся в 1936 году, был кандидатом наук и историком, работавшим научным сотрудником в Матенадаране до своего ареста 8 января 1967 года. Он обвинялся по статьям «Антисоветская агитация и пропаганда» «Организационные мероприятия, направленные на особо опасные правонарушения Уголовного кодекса Армянской СССР» и был приговорен к трём годам лишениям свободы. После освобождения ему запретили работать, и он устроился на работу в издательстве энциклопедии. В 1984 году он переехал в США, где ему диагностировали рак. В 1986 году, будучи уже тяжелобольным, он посетил Армению и вскоре скончался в Ереване. В 1967 году, с 25 по 30 ноября, в Ереване прошёл третий за год политический судебный процесс. На скамье подсудимых оказались 7 членов движения за воссоединение Армении. Мартин Албадян, Альберт Губасарян, Сурик Сарксян, Макартыч Мавсисян, Аркадий Арутюнян, Рубен Сафарян и Иван Ваник Степанян. Все они были обвинены по статье 206 за распространение материалов, порочащих советский строй. Группа активно распространяла листовки на темы Карабаха и Нахичевана, а также армянского вопроса, выражая недовольство политикой советского правительства. До этого, в мае 1967 года, были осуждены Сергей Мелконян и Фрузик Макарчан, а в сентябре замена Рутюнян. Приговоры участникам движения были относительно мягкими, и некоторые из них попали под амнистию. Мартин Албадян в дальнейшем эмигрировал в США, а Альберт Губасарян участвовал в археологических раскопках и издании армянской энциклопедии. В 1967-1968 годах на общественную арену выходит новая организация – Союз армянских патриотов, возглавляемая Акабджаном Тадемасяном, к которому присоединились Рубен Авсипян, Эдик Алексянян, Рубик Варданян, Рафик Карагулян, Мисак Хачтрян, Андраник Мхитарян и Ваган Егьязарян. Союз, имея свой устав, который был обсужден и принят на общем собрании, обязал новых членов подчиняться его требованиям и оплатить членские взносы. Организация имела филиалы в различных учебных заведениях в городах Арарат, Гюмри, Арташат и Ереван. Руководство филиалами осуществляли местные лидеры, а общую координацию – Акабджан Тадемасян. Основными целями САП были признание геноцида, возвращение утраченных территорий, присоединение Карабаха и Нахичевана к Армении. Антисоветские взгляды организация не поддерживала, однако ее члены критически относились к игнорированию Советским Союзом интересов армянского народа. Они отвергли антисоветские идеи, предложенные в газете «Парос» Национальной Объединенной Партии, считая независимость Армении неприемлемой и вредоносной. В 1967 году САП распространил листовки, написанные Акабджаном Тадемасяном, в которых осуждали действия советского правительства, направленные на русификацию армян, и поднимался вопрос присоединения Карабаха и Нахичевана к Армении. В апреле 1968 года члены группы были арестованы и осуждены по обвинению в распространении клеветнических материалов. Акабджан Тадемасян, родившийся в 1949 году, был арестован в 19 лет и приговорен к двум годам и трем месяцам заключения, который отбывал в колонии общего режима в Армении. После освобождения он поддерживал связи с другими политзаключенными, вступил в Национальную Объединенную Партию, стал приверженцем антисоветских убеждений и идеи независимости Армении. Он участвовал в создании отрядов самообороны в Арташате и занимался литературной деятельностью до своей смерти в 1998 году. В октябре 1966 года Айказ Хачатрян вместе со своими сподвижниками Степаном Затикяном и Шагеном Арутиняном основали Объединенную Национальную Партию, которая существенно отличалась от всех предыдущих организаций. В отличие от других диссидентских групп, которые главным образом занимались пропагандой патриотизма, затрагивая вопросы Карабаха, Нахильчевана и армянского опроса, но не рассматривали Армению как независимое государство вне СССР. НОП боролась именно за создание независимой Армении. Вступление в НОП означало, что независимость Армении становилась главной целью жизни ее члена. Программа НОП выделяла эту структуру как не только классическую партию, но и как субъект, представляющий весь армянский народ на международной арене. Партия не являлась националистической и отвергала милитаризм, диктатуру и расовую дискриминацию. Она уважала права всех народов и придерживалась принципов мирного решения конфликтов, уважения суверенитета и достоинства соседних народов. НОП также опиралась на международное право и была миротворческой организацией. Поскольку я был руководителем партии, в которую уже входили, в том числе и русские, это, простите, пожалуйста, это крупная ложь, что мы, стремясь к независимости, ненавидели русских. У меня российских союзников было больше поддерживающих, чем даже в самой Армении в определенный период. И членами партии стали Эдик Кузнецов, знаменитый Эдик Кузнецов, Солдатов, Сартаков, Бутченко, многие русские. Почему НОП был неприятен? Потому что, во-первых, он выдерживал натиск коммунистической империи, в том числе КГБ. Обычно, если арестовывают организацию, она исчезает. Все организации, как правило, были одноразовыми, политические подпольные организации. А НОП не выдерживал. Его членами стали украинец Василь Стус, погибший в тюрьме, убитый КГБ в тюрьме, так можно сказать. Черновиды другие. То есть ненависть к русским не было. Мы знали, что мы боремся вместе. Русские за свою независимость, Армения за свою независимость и всем и в целом. Основная миссия НОП заключалась в освобождении армянского народа от чужеземного гнета, избавлении от порабощающего советского господства и создании свободной, независимой и политически нейтральной республики Армения. НОП стало уникальным явлением не только в армянской действительности, но и во всем Советском Союзе. Это была единственная партия на территории СССР, которая, несмотря на давление, преследования и систематические аресты, функционировала с первого дня своего существования до самого распада СССР. С 1968 года подавляющее большинство армян, осужденные по политическим мотивам, были либо членами НОП, либо контактировали с этой партией. В отличие от других диссидентов, члены НОП категорически не признавали свою вину на судебных процессах, гордо заявляя о своей принадлежности и ее верности ее принципам. Это мужество и достоинство, проявленные в суде, стали характерной чертой членов НОП, что выгодно отличало их от других диссидентов. На экраны выходит фильм армянского режиссера Сергея Параджанова «Тени забытых предков», полностью сняты на украинском языке. В сентябре 1987 года НОП самораспустилась, и Паруя Арикян создал объединение «Национальное самоопределение». Некоторые бывшие члены НОП сформировали Республиканскую партию Армении и Христианско-демократическую партию Армении. Программа НОП стремится к единству армянского народа и восстановлению государственности. Каждый член партии должен обладать любовью к родине, стойкостью и готовностью к самопожертвованию. Первое судебное дело по НОП состоялось в 1969 году. Основатели Айкас Хачатарян, Степан Затикян и Шагена Рутинян были осуждены по статьям о антисоветской агитации, организационной деятельности и хранении оружия, но были освобождены по амнистии. Айкас Хачатарян окончил художественное училище, участвовал в Советах Финской и Великой Отечественной войне, был награжден медалями. После войны учился в художественном институте. В 1966 году его арестовали за участие в демонстрации, а затем он основал НОП. В 1968 году его приговорили к 5 годам, но после освобождения он продолжил диссидентскую деятельность. В 1978 году снова осужден, скончался в 1989 году. Степан Затикян, студент политехнического института, был арестован в 1966 году, затем основал НОП. В 1968 году был осужден на 4 года. После освобождения он продолжил деятельность, а в 1977 году был обвинен в организации взрывов и казнен в 1979 году. Шаген Арутюнен начал подпольную деятельность в 1963 году. После ареста в 1968 году приговорен к 3 годам. После освобождения поддерживал связи с диссидентами. В 1978 году снова осужден. В 1986 году эмигрировал в США. Газета «Порос» стала первым серьезным вызовом советской власти в Армении. Выпущенная в апреле 1967 года к годовщине геноцида армян. Она призывала к независимости Армении и критиковала марксизм-ленинизм. Этот шаг, неслыханный для того времени, стал поворотным моментом в армянской общественно-политической мысли и привел к масштабным действиям КГБ, направленным на выявление и арест распространителей. После нескольких месяцев поисков следы привели к Хачатуряну, Затикяну и Арутиняну, которые были арестованы в июле 1968 года. На допросах Хачатурян признал участие в подготовке и распространении Пороса. А Затикян, хоть и подтвердил свои патриотические убеждения, отказался от связи с изданием и объявил голодовку. Несмотря на усилия следователя, Затикян продолжил повторять «Ничего антисоветского я не делал». Так он вел себя и на последующих допросах. Даже когда 15 июля ему предъявили записную книжку Хачатуряна и программу НОП, найденные при обыске, Затикян спокойно заявил «Не мои». Лишь 28 августа на очной ставке с Хачатуряном он признал членство в НОП и дал показания. Хачатурян также убедил Арутиняна раскрыть место хранения машинки. Это было сделано, чтобы убедить КГБ что дело Пороса раскрыто, не избежать дальнейших поисков. Владимир Николаевич, в deth. Все говорят, чтоutz — «Ничего не семь не ехалит». Другими сеят Ink Warning 110 21 много книжки требует servants путешествовать. Но ни к整eh Medicareamente, никто не ехалит. Другими недостатки нужно отвечать. Группы и журнал «Во имя Родины» включали Авика Василяна, Асатура Бабаяна, Георг Кайкина, Агасия Антоняна, Саркиса Тарасяна, Ширака Геношяна и Ливона Арушаняна. 25 февраля 1969 года все они были осуждены по статьям антисоветской агитации и пропаганды, а также и за организационную деятельность, направленной на совершение опасных преступлений, согласно УК Армянской ССР. Группа была сформирована в начале 1968 года, когда через шаги на Арутиняна они вступили в контакт с Национально Объединенной Партией. Переговоры о слиянии не увенчались успехом из-за программных разногласий. Группа активно взаимодействовала с другими диссидентскими кругами 1963-1967 годов, уделяя особое внимание армянскому вопросу, вопросам Карабаха и Нахичевани. Сохранению чистоты армянского языка, борьбе против ассимиляции и защите национальной идентичности армянских общин в СССР. Группа отличалась от других национально-патриотических организаций того времени, выражая недовольство советским режимом, осуждая российско-турецкий договор 1921 года и советско-турецкую дипломатию, обвиняя коммунистов и оправдывая Дашнаков в своих публикациях. Они пытались создать подпольную типографию и издавать журнал, но были арестованы из-за предательства с партией, готова к распространению журнала. В результате Овик Василян, Георг Кемян, Ассатур Бабаян и Сарки Старосян были осуждены на 6 лет заключения, Агаси Антонян на 5 лет, Ширак Юнашан на 4 года, Алион Арушанян на 1,5 года. Журнал «Во имя Родины» состоял из 38 страниц с эпиграфом из поэмы Вегена Бабаяна «Завещание сыну армянину». Рожденный армянской утробой, клянись защищать свою землю, оберегая ее народ и святыни и сохраняя священный язык Маштоца. В нем были опубликованы статьи, такие как «В качестве предисловия» и «Открытое письмо Кочинянам», где подвергалась критике политика коммунистической партии. Временно сотрудничая с другими подпольными организациями, участники группы распространяли патриотические листовки в Ереване, Абавяне и других местах. Несмотря на аресты и преследования со стороны КГБ, члены группы продолжали свою диссидентскую деятельность после освобождения. Так, Авик Василиан после ареста в 1968 году и отбывания срока в Мордовии продолжал играть ключевую роль в армянских диссидентских кругах, формируя в 1987 году организацию «Союз по защите Айдата» и партию «Национальное возрождение». Асатур Бабаян, участник Великой Отечественной войны, также продолжал борьбу за армянские национальные интересы после своего ареста. Члены группы, такие как Георг Кекемян, Агаси Антонян, Сарки Старасян, Ширан Гюнашан и Леон Арушанян, после освобождения сохраняли связи и продолжали диссидентскую деятельность. Несмотря на административный надзор, Гюнашан, например, участвовал в формировании организации «Союз по защите Айдата» и играл важную роль в карабахском движении. Жена Агаси Антоняна вспоминает, что участники группы часто собирались в их доме, обсуждая организацию издательства журнала, который был напечатан и подготовлен к распространению, но из-за предательства был захвачен властями. 9 января 1969 года в Ереване состоялся судебный процесс по делу основателей Национально Объединенной Партии Айказа Хачатаряна, Степана Затикяна и Шагена Рутиняна. Вероятно, КГБ был уверен, что это антисоветская организация, которая через свою газету Порос и программные положения заявила о борьбе за независимость Армении, уже уничтожена. Уверенность усилилась благодаря самим основателям НОП. Во время предварительного следствия Айказ Хачатарян предложил Степану Затикяну и Шагену Рутиняну взять всю вину на себя и создать впечатление, что они трое и составляют весь НОП. КГБ не знал, что НОП уже была хорошо организованной, развернутой структурой, которая не прекратила и не планировала прекращать свою деятельность. Наибольшую активность в то время проявляла группа под руководством Парурия Рикяна. В 1968 году им удалось 24 апреля организовать радиопередачу, посвященную Дню памяти геноцидармян в мемориальном комплексе Тицернакаберт. До суда над руководителями НОП они распространяли листовку ЦАСУМ, а вскоре после процесса 5000 экземпляров листовки Еркунг. Листовка Еркунг напоминала газету. В передовице «Независимость как жизненная необходимость» СССР назывался Российской империей, а авторы призывали к борьбе за независимость. В ней также была статья «Испытание без опыта. Рекомендации для подпольной организации». Листовка содержала лозунг «Смерть или свободная Армения». Она быстро распространилась по Еревану, Гюмри и Ванадзору, заполнив университеты и кинотеатры. Второй номер был готов в марте 1969 года, но из-за арестов его распространение было сорвано. КГБ вышел на след организации в конце марта 1969 года и начались аресты. Были задержаны Парура Арикян, Аккоп Ашикян, Ашот Навасардян, Рафаэль Барсигов и Ашот Хачатарян. Но многие члены НОП остались на свободе и продолжали деятельность. Арестованные знали лишь ограниченное количество других участников, и никто из них не признался принадлежности к НОП, чтобы сохранить тайну партии. Эта тактика изменилась только в 1974 году, когда задержанные начали открыто заявлять о своем членстве и бороться за независимость Армении. В 1981 году члены Союза Армянской Молодежи использовали суд как платформу для продвижения идей НОП. В феврале 1970 года прошел второй судебный процесс по делу НОП. Осуждены были Паруя Арикян, Акоп Ашикян, Ашот Навасардян, Ашот Хачатарян и Рафаэль Барсигов за антисоветскую агитацию, пропаганду и организацию особо опасных государственных преступлений. Паруя Аршавирович Арикян учился на третьем курсе факультета кибернетики Ереванского политехнического института. Работал на трикотажной фабрике. Основал Армянский Молодежный Союз и молодежную структуру НОП ШАНД. В 1969 году арестован, приговорен к четырем годам, отбывал срок в Мордовии. После освобождения в 1973 году продолжил деятельность. В 1974 году снова арестован, приговорен к семи годам и к трем годам ссылки. Акоп Аванесович Ашикян учился на третьем курсе Ереванского политеха. Работал в лаборатории НИИ, вступил в НОП в 1969 году. Арестован в том же году, на два года. После освобождения работал стоматологом, умер в 2005 году. Ашот Салакович Новосардян. Вступил в НОП в 1967 году. Участвовал в радиовещании и распространении листовок. В 1969 году арестован на два года. Продолжил подпольную деятельность. Вновь арестован в 1974 году, на семь лет. Освобожден досрочно в 1976 году. Рафаэль Сергеевич Берсегов. Вступил в НОП в 1968 году. В 1969 году арестован на шесть месяцев. После освобождения переехал в Грузию, где скончался. Ашот Завенович Хачатарян. Учился на филологическом факультете ЕГУ. В 1969 году арестован на шесть месяцев. После освобождения жил в Ереване, где и умер. В 19-м году арестован на шесть месяцев. Осенью 1969 года была создана организация «Союз воссоединения Армении». Один из ее членов, Вальтер Меликян, начал свою национально-патриотическую деятельность еще в первой половине 60-х годов. В то время он состоял в Союзе армянской молодежи. Стоит отметить, что лидеры этой организации были осуждены в августе 1964 года. В 1965-1966 годах Меликян дважды получал официальные предупреждения от Комитета государственной безопасности. О недопустимости такой деятельности. СВА возник в период, когда уже существовали другие подпольные организации, которые помимо патриотических лозунгов и территориальных требований, начинали ставить новые цели. Независимость, борьба против советской власти и демократии. В программе СВА также упоминали независимость и демократия, но основной целью было решение вопроса утраченных территорий Армении, таких как Карабах и Нахичевань. Один из лидеров СВА, Вальтер Меликян, стремился дополнить цели демократии и независимостью, но мышление оставалось в рамках первой половины 60-х. Независимость и демократия так и не стали четкими целями организации, однако КГБ акцентировали внимание на независимом государстве в программе, чтобы обосновать обвинения по статьям 65 и 67. Лидеры СВА активно сотрудничали с другими диссидентами, проводили совместные дискуссии и обменивались запрещенной литературой. КГБ не удалось заставить арестованных раскрыть другие подпольные организации, поэтому в приговоре было указано, что они не были выявлены. По делу СВА было вынесено два приговора, что уникально для Армении. Вперед 60-х-80-х годов. Первый приговор вынесен 18 октября 1971 года судьей Манукяном. Привел к более мягким наказаниям. Вальтер Меликян получил три года, Юрик Будагян три, Сэроп Сарксян и Сурен Меликян по два года, Арамаис Хачатарян год. Однако КГБ добился отмены приговора и нового разбирательства, где 20 марта 1972 года обвиняемых осудили по более тяжким статьям 65-й и 67-й. Наказания стали строже, и осужденные были отправлены в лагеря строгого режима за пределы Армении. Арамаис Хачатарян в новом процессе выступал уже в качестве свидетеля. Вальтер Меликян учился в Ереванском политехническом. В 1960-х начал национально-патриотическую деятельность. Был членом Союза армянской молодежи. В 1969-м участвовал в создании СВА, стал его лидером. В 1971-м арестован и приговорен к четырем годам. После освобождения жил в Берде, участвовал в обороне Армении в 1989-1992 годах. Умер в 2017 году. Юрик Будагян инженер, активист 1966-67 годов. Участвовал в создании СВА, автор устава. В 1971-м арестован. Получил три года и шесть месяцев. После освобождения под надзором жил в Ереване. Сэроп Сарксян инженер, активист 1968-го года, член СВА. В 1971-м осужден на два года. Вернулся в Ереван. Умер в 1986-м году. Сурен Меликян, брат Вальтера. В 1969-м создал студенческую группу для присоединения Карабаха. Арестован в 1971-м году. Получил три года. После освобождения под надзором участвовал в обороне Армении. Жил в Ереване. Баграт Шахфердян начал свою деятельность в 1963-м году. И выделялся среди армянских диссидентов своим уникальным подходом. В отличие от других, которые создавали тайные организации и распространяли сам издат, он стремился совмещать подпольную деятельность с открытой работой. В 1960-х годах Шахфердян действительно исключительно подпольно распространял листовки, основал организацию и пытался создать типографию. Но вскоре был разоблачен. После этого он решил, что одна подпольная деятельность неэффективна. И перешел к открытой пропаганде. Его цель была вселить сомнения в догмы советского государства. И помочь людям освободиться от страха, чтобы они осознали необходимость перемен. Шахфердян стремился действовать открыто, хотя и в строго дозволенных рамках. Но его деятельность все же содержала элементы конфиденциальности. Он организовал студенческие и школьные кружки, которые изучали армянскую культуру, собирали народные песни, читали и распространяли запрещенную литературу, отмечали народные праздники и проводили национальные обряды. В то время все это либо запрещалось, либо в лучшем случае не поощрялось. С помощью одной из таких групп он издал журнал под названием «Молодой армянин», где, среди прочего, была опубликована статья о необходимости обретения независимости, что само по себе уже было серьезным поводом для ареста и осуждения авторов. В рамках своей деятельности Шахфердян писал критические письма о советском строе в редакции «Советский газет» и журналов. Редакции отправляли их в КГБ, и эти письма стали частью обвинительного заключения. Арарат Тавмасян также писал в газету «Правда» и Брежневу. Шахфердян был одним из первых армянских диссидентов, поднимавшие тему прав человека. После его ареста члены его кружков вступили в НОП и стали активными участниками. Некоторые из них позже были осуждены. В 60-е годы КГБ предупреждало Тавмасяна и Шахфердяна о недопустимости их деятельности. Тавмасян был предупрежден в 1966 году за распространение листовок в Карабахе, а в 1968 году за попытку организовать митинг в память о геноциде армян. В тот же период был предупрежден и Шахфердян. Оба были осуждены по статьям 65 и 67 УК Армянской ССР, а Шахфердян также по статье 156 за спекуляцию. По приговору они должны были отбывать сроки в колонии усиленного режима, хотя осужденные по таким статьям обычно направляют в лагеря строгого режима. Первоначально их отправили в Среднюю Азию, но позже перевели в колонии для политзаключенных в Пермь и Мордовии. Баграт Шахфердян родился в 1940 году в селе Айниад. Окончил Ереванский политехнический институт, начал диссидентскую деятельность со студенческих лет. Его исключили из комсомола и института. Арестон в 1973 году, осужден на 5 лет заключения и 2 года ссылки. Срок отбыл в пермских лагерях и Владимирской тюрьме. После освобождения был под надзором. В 1987 году эмигрировал в США. Арарат Тавмасян родился в 1927 году в селе Геташен. С середины 60-х годов занимался национально-патриотической деятельностью. Создал Союз Армянских Патриотов. Арестон в 1973 году, осужден на 3,5 года. Но досрочно освобожден. Скончался в 2008 году. 1974 год был уникальным по числу политических и судебных процессов. За один год состоялось 9 процессов. Из 16 человек были осуждены. Подобного не происходило ни до, ни после. Среди них был Андроник Маргарян, арестованный в ноябре 1974 года и осужденный в феврале 1975 года. Его дело было тесто связано с судебными процессами, проходившим в том же 1974 году. Все обвиняемые по этим делам были членами национально-объединенной партии. В 1969 году были осуждены учредители НОП. Айкас Хачатарян, Степан Затикян и Шаген Рутинян. В 1970 году арестованы и приговорены к разным срокам. Порой Арикян, Ашодного Сардян и другие. Эти аресты временно снизили активность НОП. Но после их освобождения в 1972-1973 годах начался новый этап борьбы. Освободившиеся вдохнули новую жизнь в подпольную деятельность. Активизировались подгруппы НОП. Появились полиграфические средства. Создана самодельная типография. Координацию действий взял на себя вернувшийся порой Арикян. Помимо листовок, члены НОП писали лозунги на стенах, что способствовало распространению идей среди широких масс. Листовки объясняли необходимость независимости. Но их изготовление и распространение было сложным и опасным делом. Лозунги на стенах писались быстрее и безопаснее, особенно ночью. До 1974 года члены НОП скрывали свою принадлежность партии. Но в 1974 году начали публично заявлять о НОП и о своих целях, начиная с допросов и до суда. Первый судебный процесс состоялся 28 марта 1974 года. Анаит Карапетян, Фердус Мурадян и Гаргин Дафтян были осуждены. В июне 1974 года судили Каджи Гасаакяна, а в июле осудили Норика и Самвела Мартиросянов, Ливона Бадаляна, Рубена Хачтряна и других. В ноябре арестовали, а в феврале 1975 года осудили Андроника Маргаряна. Вазген Караханян также был осужден в 1974 году. Анастасия Мурадян, Фердус Мурадян, Фердата Ассоу Ассоу Нема, Я не знаю, что такое. Многие люди могут быть названы жертвами КГБ, так как практически все, кто был арестован и преследуем этой организации, подвергались страданиям. Но среди них были и такие, кто буквально погиб в изоляторе КГБ или в лагерях. Особое место в этом ряду занимает Рубен Хачтарян. На момент своей смерти он не находился ни в изоляторе, ни в лагере, а умер у себя дома, что особенно трагично, по собственной воле. Однако его жизнь, события, связанные с ним во время следствия и его дальнейшая судьба дает основания полагать, что с ним обошлись крайне жестоко. Что именно произошло, как сотрудники КГБ использовали его болезнь против него самого и его друзей. Была ли у него эта проблема изначально или развивалась уже в изоляторе неизвестно. Однако факт остается фактом. Человек, не имеющий заметных отклонений после ареста, приобрел серьезное психическое расстройство. Его история выделяется на фоне других. Рубен Людвигович Хачтарян родился в 1937 году в селе Лусакерт Артикского района. До ареста работал водителем троллейбуса в Ереване. В середине 60-х занялся диссидентской деятельностью. Фокусируясь на Карабахе-Нахичеване, признание геноциды армян, поддерживал связь с диссидентами, в том числе с Вальтером Меликяном и Юрой Будагяном. В конце 60-х пришел к идее независимости Армении и в начале 70-х вступил в Национальную объединенную партию. В 1973 году Хачатарян активно участвовал в деятельности НОП. Арестован 10 октября 1973 года. Обвинен в антисоветской агитации и организации опасных преступлений. Приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Наследствие пытался покончить с собой. Близкие утверждают, что он находился под воздействием препаратов, что ухудшило его психическое состояние. После приговора его отправили в Капан, а затем в лагерь в Мордовии. Тяжелые условия, отсутствие медицинской помощи и подозрительные вмешательства ухудшили его состояние. После досрочного освобождения Хачатарян, уже глубоко больной, покончил с собой в 1994 году. В 1978 году выходит армяно-грузинский фильм «Мимино». Валик Джен, зачем тебе большая авиация? Пойдем ко мне домой. Мама долму готовит. Ты любишь долма? Нет. Потому что у вас не умеют готовить долма. А настоящий долма... В своей книге «История инакомыслия в СССР» Людмила Алексеева пишет, что Армения — единственная в СССР республика, где существует партия, ставящая своей целью отделение от СССР. И идея эта вызывает сочувствие народа. В течение 15 лет КГБ имел возможность убедиться в неуничтожаемости НОП. После каждой серии арестов появлялись новые и новые приверженцы. Но произошло то, что стало ключевым поворотом для подпольной партии. «Это была самая крупная террористическая вылазка за последние 50 лет. В результате погибло 7 человек, 37 ранено. Организаторов этих взрывов удалось задержать только спустя 10 месяцев во время подготовки очередного теракта на Курском вокзале». 8 января 1977 года в 17.33 по местному времени в одном из переполненных вагонов поезда, следовавшая от станции «Измайловская» Московского метрополитена до станции «Первомайская», сработала первое из трех взрывных устройств. Второе устройство взорвалось в продуктовом магазине возле здания КГБ в 18.05. Третье устройство, заложенное в другом продуктовом магазине недалеко от офиса коммунистической партии, взорвалось пять минут спустя. По данным газетам известия, в результате взрывов погибло 7 человек и 37 получили ранения. 28 октября 1977 года в поезде Москва-Ереван на границе Армении и Грузии были арестованы Акоп Степанян и Завен Багдасарян. 2 ноября был арестован за очередитель Национально-объединенной партии Степан Затикян, которого советские власти решили представить организатором взрывов. В 1969 году Затикяна уже обвиняли в подпольной политической деятельности и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. За активностью мунтарского поведения его режим был ужесточен и его перевели во Владимирский Централ. После освобождения Затикян продолжил подпольную деятельность. Сразу после взрыва в западной прессе была опубликована статья Виктора Луи, советского журналиста, имеющего связи с КГБ СССР, в котором, ссылаясь на официальные источники, но и утверждал о причастности диссидента правозащитников к взрывам. 11 января 1977 года советский академик и известный диссидент Андрей Сахаров, узнав о взрывах из зарубежных СМИ, опубликовал статью «Обращение к мировому сообществу», которое писал «Я не могу избавиться от ощущения, что взрыв в московском метро и трагическая гибель людей – это новая и самая опасная за последние годы провокация репрессивных органов. Именно это ощущение и связанные с ним опасения, что эта провокация может привести к изменению всего внутреннего климата страны, явились побудительной причиной для написания этой статьи. Я был бы очень рад, если бы мои мысли оказались неверными. Во всяком случае, я хотел бы надеяться, что уголовные преступления репрессивных органов – это негосударственная, санкционированная свыше новая политика подавления и дискредитации инакомыслящих, создание против них – атмосферы народного гнева. А пока только преступная авантюра определенных кругов репрессивных органов, неспособных к честной борьбе идей и рвущихся к власти и влиянию. 14 января Московская Хельсинская группа выступила с публичным обращением, в котором заявила. Диссиденты в качестве средства достижения цели категорически отвергают насилие и призывы к насилию. Диссиденты к насилию относятся с негодованием и презрением. Несмотря на заявление в хронике текущих событий, сообщалось, что многие диссиденты подвергались допросам. До этого были предложения, но все время требовали помиловку. Я отказывался писать и продолжал сидеть. А тут говорят, нет, мы просто хотим вас освободить. Только, знаете, пару слов о затыкании. У вас были когда-либо разговоры о терроре? Я говорю, давайте остановимся. Если это допрос, составьте протокол. В связи со взрывами. Советские власти пытались связать НОП с Хельсинской группой. Арест Затикяна укрепил версию властей у причастности диссидентов. Судебный процесс в Верховном суде СССР проходил с 16 по 20 января 1979 года. Затикян заявил на суде. Я уже неоднократно заявил, что я отказываюсь от вашего судилища и никаких защитников не нуждаюсь. Я самец обвинитель, а не подсудимый. Вы не подвластен мне судить, поскольку жидороссийская империя не справовое государство. Это надо твердо помнить. Затикян завершил свое выступление призывом на армянском языке. 24 января 1979 года был оглашен смертный приговор, который был приведен в исполнение через пять дней. 30 ноября 1979 года Андрей Сахаров, не зная об исполнении приговора, потребовал в письме к генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу отменить приговор и провести новый суд, ссылаясь на возможную судебную ошибку или фальсификацию. Есть веские основания опасаться, что в этом деле имеет место судебная ошибка или умышленная фальсификация. Затикян не находился в Москве в момент взрыва в метро. Много свидетелей могут подтвердить его алиби. Следствие не проявило никакой заинтересованности в выяснении этого и других важных обстоятельств. Суд без всякой к тому необходимости был полностью закрытым и секретным. Даже родственники ничего не знали о его проведении. Такой суд, на котором полностью нарушен принцип гласности, не может установить истину. Московская херсинская группа также выступала с заявлением о нарушении принципов гласности судебного процесса. Невозможно понять, почему процесс по такому обвинению понадобилось проводить в полной тайне. Ведь взрыв в метро вызвал всеобщее возмущение и убедительное доказательство вины обвиняемых, если только обвинение располагает такими доказательствами, содействовало бы всеобщему осуждению преступников. Отсутствие гласности и вся обстановка секретности дают основания сомневаться в обоснованности обвинения, в объективности и беспристрастности суда. Диссиденты требовали справедливого и публичного суда, чтобы убедиться в виновности обвиняемых. Некоторые подозревали, что Затикян был искусственно связан с терактом для дискредитации правозащитников. По другому мнению советского диссидента армянского происхождения Сергея Григорянца, взрывы были делом Руга Юрия Андропова и Филиппа Бабкова. Правозащитник Эдуард Арутинян, глава Хельсинской группы Армении, был осужден дважды в 1980-х и 1983 годах. В отличие от других дел, политзаключенных приговоры Арутиняна хранятся не в архиве СНБ, а в архиве судебного департамента. Вероятно, это связано с тем, что расследования по его делу, как и по делам некоторых других лиц, проводили не в следственной службе КГБ, а прокуратурой или другими следственными органами по распоряжению Комитета государственной безопасности. Документация в КГБ не велась и после вынесения приговоры направлялись на хранение в архивы этих структур. Возможно, существовали и другие причины, но они менее значимы. Эдуард Арутинян родился в 1926 году в Нагорном Карабахе. Получил степень кандидата экономических наук. Несмотря на воспитание в семье коммунистов, он придерживался свободолюбивых взглядов и с 1967 года подвергался преследованиям. В 1972 году его задержали за попытку передать статьи британскому посольству, но позже освободили. В 1977 году он возглавил Хельсинскую группу Армении и посвятил себя правозащитной деятельности. В 1979 году был арестован и осужден на два с половиной года заключения. После освобождения в 1982 году его вновь арестовали и в 1984 году он скончался в возрасте 58 лет. В 1985 году в Советской Армении состоялся последний политический судебный процесс. Рафи Мелконян, студент из Сирии, был арестован после того, как сотрудники КГБ раскрыли студенческую группу, действующую в Ереванском государственном университете. Участники группы читали и распространяли запрещенную литературу, которую поставлял им Мелконян. Уголовное дело против него было возбуждено 25 февраля 1985 года. Мелконяна арестовали в аэропорту, когда он возвращался в Ереван из Алеппо. Ему было предъявлено обвинение по первой части 65-й статьи Уголовного кодекса Армянской СССР, антисоветской агитации пропаганды. В это время в свет выходит запрещенный фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Несмотря на то, что перестройка и гласность еще не достигли своего пика, процесс проходил уже в период правления Горбачева, когда политические репрессии и террор в стране начали ослабевать. В условиях новой, более мягкой политической обстановки из всех членов группы перед судом предстал только Рафи Мелконян. Его освободили прямо из зала суда, так как срок заключения по приговору – 3 месяца и 27 дней – он уже отбыл в следственном изоляторе во время предварительного следствия, после чего был выдворен из СССР. Вопрос экологии в Армении объединил все армянское общество. В 1986 году 365 деятелей интеллигенции написали письмо Горбачеву по поводу ситуации. Начались протесты у Наирита и Мецамора, ставшие первыми экологическими протестами СССР. В октябре 1987 года Зори Балаян вывел на театральную площадь 4000 протестующих. Сильва Капутикян заявила «Не позволим кровавому геноциду сопровождаться этим невидимым геноцидом». Движение не стремилось уничтожить производство, а предлагало перенести аналог Наирита в другую часть СССР и найти безопасную зону для ядерной энергетики Армении. Протесты охватили Ленинакан и Абавян, где также боролись с болезнями из-за опасных производств. Протесты имели успех. Часть Наирита были закрыты, асфальтованная фабрика была перенесена из Еревана, алюминиевые заводы смевели методы производства и так далее. Экологическое движение стало основой массового протестного движения. Оно мобилизовало множество людей, которые позже участвовали в Карабахском движении. Уже в начале 1988 года проблема Арцаха вывела на улицы миллион человек, став самым крупным протестным движением в СССР. Экология напрямую связалась с национальным вопросом. В мае 1987 года по инициативе Арикяна в Армении был создан Армянский комитет защиты политзаключенных. Вернувшись в Армению, в августе Арикян в сентябре основал группы национального самоопределения. Первую национально-политико-демократическую организацию, которая открыто ввела деятельность по всему СССР. Они издавали еженедельник «Независимость», который стал первым альтернативным политическим изданием в Советском Союзе и заложил основу свободной прессы в Армении. Хотя в 1987 году члены ГНС не были настроены продолжать борьбу, Арикян не обескуражился. Его поддерживали Размик Маркасян, Сусана Авагян, Мафсес Гаргисян и Михак Габриэлян. В 1989 году к ГНС присоединились Азат Аршакян, Ашот Навасардян и Акабжан Тадывасян. В это время Арикян находился в США, назначил Ашота Навасардяна командующим армией независимости, созданный как прообраз будущей национальной армии по инициативе Мафсеса Гаргисяна. Целью ГНС было восстановление национальной государственности, а приоритетной задачей – независимость Армении путем референдума. Деятельность ГНС внимательно отслеживалась в Украине, России, Грузии и других республиках СССР. ГНС – поддержка Украины, Файры, Мужчина, Мужчина. В 12 января 1988 года в день «Защит Украинских политзаключеных» По приглашению Айрекяна в Ереване состоялась встреча лидеров армянских, украинских и грузинских диссидентов, что положило начало сотрудничеству народов, борющихся за свободу. Среди участников были Вячеслав Черновол, Мераб Костова и Мафсес Гаргисян. Движение за самоопределение также нашло отклик в Арцахе, народ которого в феврале принял решение областного совета о выходе из состава Азербайджана и воссоединении с Арменией. Айрекян стал надежным источником информации для иностранных СМИ о самоопределении Арцаха. В марте 1988 года, после встречи с иностранными журналистами в Москве, Айрекян был арестован в четвертый раз по приказу Михаила Горбачева и переведен в Ереван в тюрьму КГБ. В июле московские власти в наручниках отправили его на специальном самолете сначала в Москву, а затем в Эфиопию. Почему они меня в Эфиопию увезли? Потому что если бы они меня увезли в Америку, или во Францию, или в Германию, или в Швейцарию, то там есть вот такие правила. Если человека выдворяют, то этот человек должен выбрать страну. У меня это был резервный вариант. Я думал, если меня выдворят, то я смогу сказать таможенным службам, что я в их страну не хочу. Тогда коммунисты вынуждены будут меня привезти обратно и искать другой вариант. Но они догадались увезти меня в Эфиопию. Восемь человек, огромный самолет, и больше никого нет. Они на меня полмиллиона потратили. Из Армении специальным правительственным самолетом везут в Москву, из Москвы специальным огромным самолетом. Я думаю, это был грузовой самолет, с пассажирскими креслами, как у Боинга, в котором есть второй этаж. Наверное, было что-то такое, потому что такой огромный самолет до Эфиопии летит. Зачем? У меня никто ничего не спрашивал, только группа когибистов-специалистов приехала. Какие-то бумаги заполнили. После этого Эрикен переехал в Европу, а затем в США. В 1989 году он был избран президентом Центра демократических движений СССР за демократию и независимость, основанного в Париже и в 1990 году переизбран в Праге. В отчетах Конгресса США и мировой прессе имеются многочисленные свидетельства его деятельности, в частности встреч с высшими политическими кругами за рубежом и попыток Горбачева ввести Запад в заблуждение. СССР за демократическим движением СССР за демократическим движением В начале 1988 года 4 из 5 районов Совета Нагорного Карабаха проголосовали за объединение с Арменией. Митинги продолжались как в Степанакерте, так и в Ереване. 20 февраля 1988 года сессия областного совета НКУ решила обратиться к Верховному Совету СССР с просьбой включить Карабах в состав Армении. В митингах солидарности с Карабахом в тот день в Ереване участвовали десятки тысяч человек, а спустя несколько дней их число возросло до несколько сотен тысяч. 24 февраля в Ереване был создан комитет Карабах, возглавляемый поэтессой Сильвой Капутикян, академиком Виктором Амбарсумяном и Леоном Тер-Петросяном. На его оставе позже появилась партия армянско-национальное движение, ставшая правящей при президенте Тер-Петросяне. Горбачев отреагировал на события, призывая к соблюдению порядка, но не предложил конкретные решения, что вызвало недовольство армян, чьи требования были отклонены, а сторонников воссоединения с Карабахом объявили экстремистами. Азербайджанцы решили действовать самостоятельно. Через два дня после того, как областной совет НКО поддержал воссоединение с Арменией, толпа из Агдама направилась в Карабах. В районе Аскерана произошли столкновения с местными жителями и милицией, в результате которых были ранены около 50 человек. Двое азербайджанцев погибли. Эти события стали предвестником погрома в Сумгаите. 27 февраля в Сумгаите начались погромы против армян, в ходе которых погибли 32 человека, 26 армян и 6 азербайджанцев. Погромы удалось остановить только к вечеру 29 февраля, после ввода внутренних войск. Сумгаитские события показали Карабахским армянам, что их безопасность под угрозой, а рассчитывать на поддержку центральных властей не приходится. В Казахстану, в Казахстану, в Казахстане, в Казахстане и 2-й плане, Это было очень много, чего у него нет. Потому что здесь очень много. В февральские события вызвали увеличение потоков беженцев. Армяне из Азербайджана и азербайджанцы из Армении спешили уехать, опасаясь преследований. В 1989 году общее число беженцев составило несколько сотен тысяч человек. В июне 1988 года парламент Армянской ССР официально поддержал просьбу Нагорного Карабаха об объединении. Парламент обратился с этим вопросом в Верховный Совет СССР, но Москва просьбу отклонила. Позднее Вооруженные силы Армении и Национальный Совет Нагорного Карабаха приняли совместное постановление о воссоединении без согласия Москвы. Ценюзный центр поручил создать комиссию для улучшения экономики, культуры и благосостояния НКО и отправил в регион специального представителя Аркадия Вольского. В начале 1989 года Вольский был назначен главой комитета особого управления НКО. Комитету была передана власть над регионом. Он контролировал работу промышленных предприятий, СМИ и общественных организаций. Режим чрезвычайного положения в Карабахе был введен в сентябре 1988 года и продлился до ноября 1989 года. В 1989 году Азербайджан начал блокировать сообщения с Арменией. Было прекращено движение пассажирских поездов, автобусов и авиарейсов по маршруту Баку-Ереван. В сентябре прекратили пропускать и транзитные грузовые поезда, следовавшие в Армению. Азербайджан также решил перекрыть подачу природного газа в Армению. В декабре 1988 года Армению потрясло спитакское землетрясение. Мощные подземные толчки разрушили северную часть республики, где проживало около миллиона человек. Погибло 25 тысяч человек. Полмиллиона остались без крова. 140 тысяч получили инвалидность. Армия независимости была основана в конце 1989 года членами группы национального самоопределения, включая Ашота Навасардяна, Мавсеса Гаргисяна, Азата Аршакяна и Размика Маркасяна. Ее целью была защита процесса становления Армении независимым государством. Для достижения этой цели армия участвовала в столкновениях с советскими властями в Армении и азербайджанскими войсками на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе. Вскоре после основания группы Мавсес Гаргисян погиб в бою с азербайджанскими войсками около Ярасха. В феврале 1990 года Армия независимости создала Координационный комитет обороны для объединения вооруженных формирований в Армении. 23 марта армия разорвала связи с группой национального самоопределения и стала независимой. Лидеры присоединились к Республиканской партии Армении, основанной 2 апреля Ашотом Навасардяном. Он стал верховным главнокомандующим, а Леонид Асгалдян – генеральным командующим. К декабрю 1989 года подразделения армии были созданы в разных городах Армении и Нагорном Карабахе. 27 мая 1990 года в 8 часов утра в зале ожидания Ереванского железнодорожного вокзала «Сосунцы Давид» произошло вооруженное столкновение между советскими войсками и шестерыми ополченцами. В это время подразделения 7-й армии пытались войти в Ереван через Совет Ашен. Армянские добровольцы и местные жители пытались перекрыть дорогу, чтобы предотвратить вход военных и техники в столицу. Произошли столкновения, были убиты и ранены. Благодаря переговорам с командующей 7-й армией Михаилом Сурковым удалось убедить военное командование отвезти войска. Несмотря на прекращение военных действий, советская армия еще несколько дней лежала в оцепенении Театральную площадь. В результате этих столкновений погибло 27 человек, включая шестерых ополченцев на станции «Сосунцы Давид» и мирных жителей. С 1990 по 1993 годы армия независимости участвовала в следующих боевых операциях. Яраск, Нранадзор, Вайк, Варденис, Ноембирян, Горис, участвовала в освобождении Шуши, Лачина, Кельбаджара и препятствовали операции «Кольцо». В 1990 году представители национального движения пришли к власти в Армении. В начале года четыре представителя ООД были включены в состав президиума Верховного Совета Республики. В мае на выборах ООД одержало победу. Тер Петросян занял пост спикера парламента. Вазген Манукян возглавил правительство. Через год, после провального путча в Москве, на президентских выборах победил Ливон Тер Петросян. Идея независимости осуществилась в 1991 году через референдум, на котором более 99% голосующих сказали «да» независимости. Через 20 лет диктатор развяжет войну. Спустя еще три года часть Армении окажется под оккупацией, а соседи будут угрожать уничтожением нашей страны. Военная диктатура больше не будет прикрыта фасадом псевдодемократии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok